здравствуйте ребята сегодня мы с вами продолжаем наш кружок и во первых я бы конечно хотела извините что прошлое наше занятие сорвалось это было связано с тем что я приболела но ничего сегодня мы все наверстаем я знаю что многие из вас сейчас находятся на сборах которые проводят центр взлет перед муниципальным этапом поэтому сегодня никакого теста не будет естественно это ну просто не честно к нашим товарищам и коллегам которые на смене вот поэтому мы сегодня мы с вами закончим все разбор всех растительных тканей я надеюсь что мы сегодня уложимся за час ну по крайней мере я постараюсь а еще раз повторюсь на прошлом занятии мы с вами говорили про ксилему ксилема это сложная ткань которая состоит из ну как бы частично основой естественно ксилема являются водопроводящие элементы такие как трахеиды или же сосуды в зависимости от того какая в зависимости от того какая эволюционная ступень систематической группы также обязательно присутствуют витальные элементы такие как тяжевая паренхима и лучевая паренхима это нужно для жесткого контроля за мертвыми элементами и если очень-очень надо или вообще надо просто присутствует механические элементы которые будут называться волокна либреформа но они правда бывают всякие разные вот но соответственно сейчас мы с вами посмотрим на то как это может выглядеть вот это фотографии которые сделаны при помощи световой микроскопии понятно что ксилемные элементы покрашены флороглюцином это особый краситель который окрашивает скорее всего флороглюцином они бывают разные но смысл в том что он связывается с молекулами лигнина и соответственно окрашивать такое шиолетово-красноватый оттенок они бывают разные не обязательно флороглюцин и так что же мы видим на этих фотографиях значит слева что мы наблюдаем правда у меня почему-то маркер красный наверное в данном случае нужно его сделать каким-нибудь другим ладно я не смогу сделать его другим хотя нет я сейчас попробую и так что мы с вами видим не получилось сделать белесые просветы как вы понимаете это просто пустота да потому что клетка же мертвая и соответственно ничего внутри нет что же такое красненькое мы видим мы с вами помним что трахеиды или трахеи неважно ли членники трахеи имеют неравномерное утолщение клеточных стенок плюс как вы помните оксилемные элементы одревеснивают то есть помимо того что там происходит неравномерное отложение клеточных вторичных клеточных стенок так еще эти вторичные клеточные стенки одревеснивают и что мы получаем флороглюцин связывается именно с вот этими неравномерными утолщениями и так внимание вопрос та Фотография, которая слева, которую я сейчас активно разукрашивала. Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, то, что я разукрашивала, это членик трахеи или это трахеида? Ну, соответственно, варианты ответа, пожалуйста, пишите в чат. Давайте пока вы пишете и думаете, давайте перейдем, соответственно, к правой фотографии. Правая здесь более интересная. Почему? Потому что здесь мы одновременно видим с одной стороны, упс, не туда, уехала. Здесь мы с одной стороны видим, соответственно, вот эти вот водопроводящие элементы, которые я сейчас разукрашиваю. А с другой стороны рядом мы видим те самые витальные паранхинные клетки, которые я сейчас также активненько разукрашиваю. То есть здесь мы видим два типа клеток, составляющих ксилему. Да, совершенно верно, Печникова, господи, Печеньковая студия, хороший никнейм. В общем, я не знаю, как зовут человека, который скрывается под никнеймом Печеньковая студия. Да, совершенно верно, это только не трахеида, а трахеида. Совершенно верно, трахеида. Вы помним, да, что трахеиды имеют неравномерно уточенные клеточные стенки, и у них встречаются, соответственно, кольчатые трахеиды, спиральные трахеиды или кольчато-спиральные трахеиды. А вот если посмотреть на левую часть, например, правой фотографии или на суперлевую часть также левой фотографии, то здесь мы увидим уже поровые трахеиды или уже непосредственно сосуды, членики сосудов. То есть, когда у нас равномерно утолщенные клеточные стенки, внутри которых проделаны поры. Кто такие поры, что такое каймленная и простая пора, мы с вами разбирали на прошлом занятии. Злата, да, здравствуйте, Злата, Печеньковая студия, Злата, шикарная, я запомню. Вот, ну и, соответственно, на этой фотографии мы видим с одной стороны и членики сосудов, и, соответственно, трахеиды. И, как мы поняли с вами, мы видим и паренхимные элементы сосудов. Ой, наложилось, конечно, не очень классно. Все то же самое, только эта фотография уже сделана при помощи сканирующей электронной микроскопии. И здесь мы с вами видим водопроводящие элементы изнутри. Как ни сложно догадаться, это, скорее всего, членики сосудов, потому что у них равномерная поровость и, соответственно, да, равномерная поровость. Ну или поровые трахеиды. Ну, в зависимости от, так вот сразу сказать невозможно. И, конечно же, большое количество клеток паренхимных, явно паренхимных клеток, окружающих водопроводящие элементы. Да, эти паренхимные элементы потом могут метаморфизироваться в, соответственно, в механические элементы или же оставаться живыми. Вот такая вот интересная история. Ну, а теперь мы с вами переходим к флоэме. Как вы помните, флоэма – это также сложная ткань. Флоэма также состоит из живых клеток, еще раз живых клеток и полуживых клеток. Ну, вот какие клетки ее населяют, мы с вами будем разбирать. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это, естественно, эволюция флоэмных элементов. Мы уже с вами обсуждали, что ксилема – это ткань, которая возникла в связи с выходом на сушу. Потому что проводить воду по своему телу из одного места в другое, не потеряв ее по дороге, – это вынужденная история при выходе на сушу. А вот проводить фотоассимилляты, органические соединения между частями своего тела нужно было и водорослям. Что же у нас есть у водорослей? Давайте смотреть. Ну, во-первых, у водорослей есть особые приспособления. Правда, сразу скажу, не у всех токсономический групп водорослей такое есть. У них есть что-то типа ситовидных гиф. То есть это такие вытянутые длиннющие клетки, которые сильно-сильно вокализированы. Причем это не мономерно вытянутая клетка, а, знаете, такая полузвездчатая. Но звезда все-таки симметрична, а те клетки неравномерные. Ну, представьте себе бешено ползущую амебу. Причем она неравномерно выпускает свои лыжноножки, конвульсивно выпускает свои лыжноножки. Вот это примерно так выглядят вот эти вот ситовидные гифы. При этом в этих клетках есть очень большое количество плазмодезм, потому что для того, чтобы обменивать органические соединения на какие-то другие вещества или просто транспортировать куда-то органические соединения, скорее всего, нужно это делать при помощи активного транспорта. То есть мы должны будем затрачивать какую-то энергию, какую-то форму энергии, которая запасается в клетке. Либо мы будем использовать АТФ, либо мы будем использовать градиент на мембране. Градиент какого-нибудь там йона на мембране, может быть, там протонный градиент. Ну, чаще всего у растений, конечно, идет протонный градиент. Понятно, что эти клетки не специализируются на фотосинтезе, потому что их специализация совершенно другая, поэтому, естественно, у них недоразвитые пластины, им не нужно фотосинтезировать. Когда же мы говорим про самые-самые древние растения, которые выходили на сушу, они особо не парились по этому поводу. И нельзя сказать, что их флеймные элементы также похожи на ситовидные гифы, но примерно то же самое. Суперспециализированные флеймы не было, просто паренхимные клетки, которые окружали паренхимные проводящие клетки. Ну, в принципе, чуть-чуть сложнее, нежели чем в возрослении. Не особо товарищи запаривались. А вот когда появились мхи, мхи решили, что все, пора покорять этот мир, пора делать что-то специальное. Вот. И они создают особую предфлоемную ткань, которая называется лептом. И, соответственно, клетки, которые составляют лептом, называются лептоиды. Вспомните, аналог ксилема у мхов называется гадром, и, соответственно, клетки гидроиды. А здесь, соответственно, лептом и лептоиды. Что особенного? Ну, во-первых, супервокализация клеток, в принципе, похожа на то же самое, как вы водоросли, но при этом нет никакого разветвления. То есть мы уже стремимся к такому равномерному прямолинейному пути перемещения веществ из точки А в точку Б. Также сохраняются многочисленные плазмодесмы, потому что, ну, надо же в какой-то момент мы доехали на лифте до этажа номер 25 дробь 3. Вот, соответственно, здесь нужно выгрузить. А как выгружать? Ну, конечно же, при помощи плазмодесмы. При этом никаких вопросов, что такое градиент. Так, окей. Сейчас буду рисовать. Сами напросились, я художник так себе. Значит, представьте себе мембрану. Что такое мембрана? Нет, ну я даже две параллельные линии не могу не рисовать. Ладно, в общем, я художник, я так вижу. Итак, представьте себе мембрану. Мембрана – это билипидный слой. А липиды представляют у себя две части. Есть и голова, и хвост. Ну, соответственно, с этой стороны ровно то же самое. Голова и хвост. И, в общем, вот это вот один слой липидов, второй слой липидов. Билипидная мембрана. Билипидный слой. Соответственно, представьте себе, что с одной стороны мембраны у вас находится большое количество протончиков. Их много. Ну, концентрация, количество протонов с одной стороны очень-очень большое. А количество протонов с другой стороны очень маленькое. Так вот, разница концентрации между стороной А и стороной В и есть градиент. Или разница концентрации какого-то, какого бы то ни было вещества по ту или иную сторону мембраны. Как это можно конвертировать в энергию? А в энергию это можно конвертировать следующим образом. Представьте себе, что вы построили шлюз. Когда вы открываете одну створку шлюза, то протоны с этой стороны выкачиваются на эту сторону. Ну, потому что здесь их много, а здесь их мало. Представьте себе водопад. Но они начинают крутить колесо, как в мельнице. И это же энергия. И эту энергию можно использовать для того, чтобы из точки А в точку В переместить какое-то другое вещество. Ну, например, вещество, назовем его Х. Вещество Х. Только представьте себе, что здесь вещества Х мало, а вот здесь вот вещества Х много. В норме отсюда, со стороны А, вещество Х не захочет пойти сюда, потому что это движение против его градиента. Но нам, нам как растению, надо запихнуть вот эти молекулы сюда, потому что надо. Все, не спрашивайте, потому что надо. Просто так не произойдет. Значит, нам нужно использовать какую-то энергию. В данном случае мы создали такой шлюз, мы создали такой канал, что та энергия, которая вырабатывается при перемещении протонов со стороны В на сторону А, мы используем эту энергию для того, чтобы переместить молекулы Х со стороны А на сторону В. Это один из вариантов активного транспорта веществ в растениях. Мы об этом будем говорить чуть подробнее, но, правда, не настолько подробнее, конечно, на следующем занятии, потому что на следующем занятии мы с вами начнем корень. Вот, и там, естественно, возникнет этот вопрос. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Так, перемещаемся дальше. В дальнейшем в эволюции появляется потребность в большей специализации, большей дифференциации клеток флоемы, потому что это должен быть очень тонко настроенный механизм. В силу того, что клетки флоемы живые, за ними тоже нужен контроль, и, к сожалению, они не могут жить настолько долго и функционировать настолько долго, как, например, ксилемные элементы. К тому же вы знаете, что ксилема всегда оказывается в центре какого бы то ни было органа, а флоема чаще всего по периферии. Вот, поэтому с одной стороны, да, живые клетки классно, но если мы хотим ускорить процесс перемещения веществ по живым клеткам, там им, этим веществам, перемещаемым по флоеме, не должно ничего препятствовать. Поэтому эволюция создает следующим этапом ситовидные клетки. Итак, кто же такие ситовидные клетки? Значит, во-первых, все ситовидные клетки встречаются у всех архигониальных растений. Кто к ним относится? Это хващи, плоуны, папоротники, вся вот эта вот прекрасная шатья, братья. Так, простите, а сегодня будет полное занятие или сокращенное? Сегодня будет занятие до тех пор, пока я не расскажу вам все растительные ткани. Я надеюсь, что я уложусь в течение 50 минут. Это не сокращенное занятие, просто мы сегодня должны закончить тему, а за сколько я ее закончу, я не знаю. Просто сегодня не будет теста, вот и все. Дальше, поехали. Еще раз, к архигониальным растениям относятся те, у кого есть архигонии, выраженные архигонии – это хвощи, плоуны, папоротники. Мхи, естественно, к ним не относятся. Ну, в смысле, не совсем корректно. Они как бы… Не важно, в общем, хвощи, плоуны, папоротники. В систематику мы будем залезать потом. Итак, что же происходит с клеткой? Во-первых, клетки становятся длинными. Да, понятно, что и лептоиды длинные, и, естественно, сетовидные гифы длинные, но они не просто длинные, они практически лишаются ядра. То есть оно у них имеется, но в очень плачевном состоянии. Дальше. Там не просто плазмодесмы, которые пронизывают все стенки клеток. Там развиваются особые сетовидные поля. Это особая структура. Как она возникает, мы поговорим чуть позже. Ну и самое главное, что каждую вот эту сетовидную клетку, ну практически каждую сетовидную клетку контролирует особый мозг, мегамозг. Этот мегамозг называется клетка Страсбургера. Собственно, есть замечательный ботанический учебник Страсбургера. Это, собственно, человек, который открыл эти клетки, написал учебник по ботанике. У него есть, соответственно, непосредственно ботаника. У него есть, по-моему, про водоросли и про физиологию растений. Собственно, у меня есть Страсбургер по физиологии растений. В принципе, неплохой такой учебник. Ну, собственно, тут там у него уже куча переизданий. У меня уже, по-моему, 36-е переиздание какое-то. Ну, к тому, что человек очень-очень замечательный. Ну, и в конечном итоге мы с вами получаем супер-супер членики сетовидных трубок. Это супердифференцированные клетки для проведения органических соединений. Ну, во-первых, они встречаются только у цветковых. Хорошо ли это? Наверное, хорошо. Для цветковых точно. То же самое, что происходит с ксилемой. В отличие от трахеиды, членики трахей короче и шире. То же самое здесь. Членики сетовидных трубок. Ромочка, что такое плазмодесма? Ну, зайка моя. Ну, плазмодесма – это дырка. Значит так, вот это клеточная стенка. Клеточная стенка. Посередине клеточной стенки есть серединная пластинка. Только не спрашивай меня, пожалуйста, как она образуется. Я об этом рассказывала на первом занятии. Для того, чтобы контактировали две соседние клетки, нужна особая дырка. Но нельзя сделать просто дырку. Нужно сделать контролируемую дырку. Поэтому по центру этой дырки находится десмотрубочка. Десмотрубочка, которая контролирует перемещение веществ из точки А в точку Б. Плазмодесмы – это особый тип клеточного контакта, который характерен для растительных клеток. Точка. Дальше. Все еще возвращаемся к сетовидным трубкам. Пытаюсь я про них договорить. Ну и самое главное приобретение или потеря, я уж не знаю, сетовидных трубок – это то, что у них нет ядра вообще. Членник сетовидной трубки полностью вверяет свою жизнь клетке-спутнице. Клетка-спутница, как вы понимаете, отличается от клетки Страсбургера, потому что клетка-спутница полностью контролирует жизнь членника сетовидной трубки. Потому что у него нет ядра вообще. Все, что происходит в членнике сетовидной трубке, все под контролем клетки-спутницы. Дальше. Сетовидные поля оказываются не везде расположены, а только на концевых стенках. И практически не располагаются на боковых. То есть, в принципе, все то же самое, что у членников трахеи. Почти все то же самое. Ну и, соответственно, есть не только сетовидные поля, но и сетовидные пластинки. Ну а теперь давайте смотреть, как все развивается и что это из себя представляет. Итак, как происходит развитие сетовидного поля и, соответственно, как это все происходит в процессе. Значит, давайте смотреть. Смотрим сначала вот... О, Господи, что ж такое? Куда уехала моя писала? А, писала не туда уехала. Вот. Значит, смотрите, что мы с вами имеем. Значит, что у нас находится под цифркой 3? Под цифркой 3 у нас находится срединная пластинка. Причем, обратите внимание, здесь написано пектиновая межклеточная пластинка. Мы с вами это уже обсуждали, что раньше в ботанической литературе было принято срединную пластинку называть именно межклеточной пластинкой. Вот. Да, получается, что сетовидные трубки все равно живы, даже без ядра. Да, все верно. Они живы, но они не способны думать. У них нет мозгов. За них думают сетовидные клетки-спутницы. Так, еще раз. Это у нас срединная пластинка. Соответственно, то, что у нас 4, и то, что я закрашиваю, это первичная клеточная стенка клетки номер А. Почему номер? Я имею в виду клетки А. А это, соответственно, первичная клеточная стенка клетки Б. Дальше. И у нас, соответственно, есть плазмодесма. Здесь плазмодесма нарисована просто тупо как дырочка. Но на самом деле, как вы помните, там находятся десматрубочки. Ля-ля-ля-ля. Все вы знаете. Зайки мои ненаглядные. А дальше возникает история, что нам нужно создать сетовидный канал. Нам нужно создать более широкопросветную дырочку. Дальше начинает происходить очень интересная штука. А в местах клеточных стенок, которые примыкают непосредственно к десматрубочке, начинает откладываться особый биополимер, который называется коллоза. Коллоза, на самом деле, очень похожа на целлюлозу. Но фишка в том, что она работает как пробка. Она не пропускает особо ничего. И все водопроводящие элементы, неважно, это будут сетовидные элементы, или мы говорим про кстилему. Если возникает какая-то проблема с проводящим элементом, я не знаю, например, растение подумало, что туда кто-то заполз, и его надо там закупорить с двух сторон, чтобы оно никуда не ходило. Значит, с двух сторон это будет затыкаться коллозной пробкой. Поэтому коллоза в арсенале растений служит как пробка для вина. Никто оттуда не выберется живым. Но смысл в том, что вот эти концевые клеточные стенки, концевые участки, покрываясь коллозой, постепенно подвергаются разрушению. И чем больше участки, на которых откладываются коллозы, тем больше разрушений. И в итоге что мы получаем? Мы получаем широкопросветный сетовидный канал. Понятно, там уж нет никакой десматрубочки. Ну, то есть в помине нет никакой десматрубочки. Все, она там уехала, то есть ей физически не за что держаться, тут ей не на что опереться. И в итоге что мы получаем? Что вот такие вот сетовидные каналы, складываясь вместе, образуют сетовидное поле. Каждая точечка на этом сетовидном поле представляет из себя сетовидный канал. Но если у покрытосеменных сетовидные поля очень аккуратно расположены и чаще всего представляют у себя вот такие вот рядом находящиеся кругляшочки шарики, то хвойные решают, что зачем так делать? Можно сделать абстракционизм. И вот абстракционизм они делают, вот посмотрите на картиночку вы, тут просто разливы реки Амазонки, все очень непредсказуемо, в общем картина абстракционизма в действии. Но принцип образования сетовидного канала тот же самый. В нем участвует колоза. Вообще флоема очень часто использует колозу по разному значению. Итак, давайте смотреть еще раз. Сетовидные трубки состоят из членников сетовидных трубок. Во-первых, эти клетки короткие, широкие и, соответственно, вообще не имеют ядра. За них думает клетка-спутница. Дальше. Дальше. Сетовидные каналы концевых стенок шире. То есть смотрим. Еще раз. Что такое концевая... Опять не туда уехала. Что такое концевая стенка? Концевая стенка, вот она. Это то, каким местом контактирует эта клетка, клетка с соседней клеткой. Соседнюю клетку я сейчас вам попытаюсь нарисовать. Вот как-то так они контактируют. Соответственно, здесь на концевых стенках сетовидные каналы должны быть, во-первых, в максимальном количестве, а во-вторых, в максимально просторном. Они должны быть максимально большими. Почему? Потому что самый главный ток, вот такой, неважно, сверху вниз или снизу вверх, самое главное, чтобы транспорту снизу вверх или сверху вниз ничего не мешало. Именно поэтому сетовидные поля, которые располагаются по бокам, они будут меньше, каналы-то... Их будет по количеству меньше, и каналов будет меньше. То есть сетовидные трубки – это приобретение, которое помогает, во-первых, быстро транспортировать из точки А в точку Б, не отвлекаясь на транспорт по бокам. Но из-за скорости вы, конечно, немножечко лишаетесь... Вы лишаетесь того, что не все части сразу и быстро будут получать вот эти вот органические соединения. Вы скорость меняете на доступность. Но доступность, проблему доступности можно решить большим числом проводящих элементов. Если вы можете себе позволить потратить такое количество ресурсов на создание большего количества проводящих элементов, то классно. Если не можете, то вы не покрыты семенами растений. В общем, вот такая вот логика у создания сетовидных трубок. Дальше. Самое интересное, что эти сетовидные трубки могут функционировать, с одной стороны, например, всего несколько дней, а могут функционировать очень-очень много лет. И тут все будет зависеть от того, как будет себя вести клетка-спутница, и будет ли она заменяться в процессе. А теперь давайте с вами поговорим о сопровождающих клетках. Ну, во-первых, сопровождающие клетки делятся на два типа. Я уже вам это говорила. Давайте еще раз обсудим. Если мы говорим про архигониальные растения, еще раз повторюсь, к ним будут относиться мхи, хвощи, плавные, папоротники. Почему мхи? Да что я говорю, ребята? Хвощи, плавные, папоротники. И, кстати, голосеменные туда же будут относиться. Что-то я в прошлый раз обманула вас. Еще раз. Хвощи. Давайте я прямо это напишу где-нибудь. Значит так, хвощи, плавные, папоротники, и голосеменные. Понятно, что мхи сюда не относятся, потому что у них лептоиды. А цветковые не относятся, потому что у них свое. Итак, клетки Страсбургера. Прекрасные, замечательные создания. Во-первых, самое важное, что они образуются с эмбриологической точки зрения разными путями. То есть те клетки меристема, которые будут давать начало сетовидной клетке, это не те же самые инициалии, которые будут давать начало клетки Страсбургера. То есть они происходят по-разному. В онтогенезе они образуются по-разному. Ну и возможно из-за этого. Или по какой другой причине. Но после окончания функционирования сетовидной клетки, клетка Страсбургера не умирает вместе с ней, не погибает со своим любимым спутником. А говорит, ну ладно, поработали, классно, давай продолжим жить, ну а будем запасать какие-нибудь питательные соединения. Так, а как выглядят сетовидные трубки и клетки спутницы под сканирующим микроскопом? Насколько я помню, я все-таки нашла эти фотографии, поэтому покажу чуть позже, в презентации они будут. По-моему, надеюсь. По-моему, у меня они есть. В общем, посмотрим. Ну и, соответственно, цветковые растения, у них клетки спутницы. Во-первых, клетки спутницы и членики сетовидных трубок образуются из одной и той же клетки, поэтому в эмбриогенезе они связаны. Дальше. Видимо, так как клетка спутницы полностью контролирует членик сетовидной трубки и связана с ней вообще всем, 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 чем возможно, как только членик сетовидной трубки отмирает, клетка спутницы тоже умирает. Ну, в общем, она не находит в себе никакого другого применения. И самое интересное, что из-за того, что членики сетовидных трубок не обладают мозгами, в смысле у них нет ядер, то концентрация клеток спутниц намного больше, нежели чем в флоэме архигониальных растениях. Ну, вот такие вот различия. Давайте смотреть в зависимости от того, давайте посмотрим на флоэму в зависимости от того, какую флоэму мы имеем в виду, первичную или вторичную. Сразу повторюсь, это данные для именно цветковых растений, то есть мы с вами сейчас рассматриваем членики сетовидных трубок и то, как они, соответственно, функционируют. Когда мы говорим про супер-супер первичную флоэму, то есть вот она у нас, протофлоэма, да, супер первичная флоэма, которая образуется непосредственно на ранних-ранних этапах развития растения, сетовидные элементы функционируют несколько дней, вот в прямом смысле несколько дней, и постоянно нарастают все новые и новые, а клеток спутниц нет практически вообще. Вообще нет. И это оправдано тем, что сетовидный элемент имеет очень короткий срок функционирования. Он, условно говоря, не успевает сделать какую-нибудь гадость. Но как только мы с вами переходим к метафлоэме, уже более долгому функционированию проводящих элементов флоэмы, особенно если мы говорим про, например, однодольные, у которых, простите, нет вторичной флоэмы от слова совсем, то клетки спутницы, естественно, появляются, но не в таком безумном количестве. Да, при этом все равно клетки флоэмы не способны функционировать там в десятилетии, потому что недостаточно контроль, потому что эволюция сделала так, что клеток спутниц не очень-очень много. Поэтому это недели, максимум месяц. Но так как все-таки присутствует контроль, то клетки не успевают напакостить. А вот как только мы с вами переходим, да что ж такое, как только мы с вами переходим ко вторичной флоэме, тут, соответственно, время функционирования сетовидных элементов может быть несколько лет. Ну, правда, где-то я читала, собственно, почему у меня на предыдущем слайде была такая информация, что некоторые сетовидные элементы могут функционировать, типа, там, десятки лет. Я не очень... Была одна статья, которую я читала по этому поводу. Они доказывали это, по-моему, неуглеродным анализом, ну, потому что невозможно... Углеродный анализ не берет близкие даты. В общем, они как-то это доказывали, что, да, действительно, вот некоторые сетовидные элементы, по-моему, они брали... О, господи, кровать, дуб, по-моему, они брали. Да, что вот он, соответственно, имеет сетовидные элементы, которые очень-очень долго функционируют. Но это была какая-то такая условно-одназалетная статья. Но мне было бы приятно, если бы это было так. Потому что несчастная флоэма быстро отмирает. Но, тем не менее, как вы видите, вторичная флоэма функционирует намного дольше, нежели чем протофлоэма или метафлоэма. И, как вы понимаете, количество клеток спутниц в разы увеличивается. То есть фактически на один членик сетовидной трубки может приходиться одна, а то и две клетки спутницы. Потому что долго функционируют. Потому что нельзя допускать никаких косяков. Вот. А так как вы знаете, а может быть и не знаете, но скоро узнаете, что кора, которую снимают, например, с дуба, представляет из себя совокупность ретидома и отмерших элементов флоэма, так как флоэмные элементы нарастают небыстро, то и, соответственно, кора тоже нарастает не супербыстро. Ну и, соответственно, она тоже случивается, тоже отпадает. Итак, при этом, как вы понимаете, несмотря на то, что есть сетовидные элементы, несмотря на то, что есть клетки спутницы, нам все равно нужна паренхима. Нам все равно нужны продольные тяжи, то есть тяжевая паренхима, и нам все равно нужны радиальные лучи или лучевая паренхима. Возникает вопрос, зачем? Зачем, если это все и так живое, и все и так контролируется? Да, но конкретная клетка спутницы контролирует свой, условно говоря, участок, окучивает свой участок. Должны быть клетки, которые собирают общую информацию со всех. Именно поэтому нужна все-таки, опять нужна вот эта вот третичная, господи, трехмерная сеть. С одной стороны, эти паренхимные элементы помогают транспортировать вещества из точки А в точку Б, то есть не только вертикальный транспорт, но и продольный транспорт они могут обеспечивать. Это хранилище, это запас питательных веществ. Ну и, конечно же, регуляция интенсивности, то есть еще раз, они такой мозговой центр. Что такое ритидом? Зайка моя. Значит, ритидом. Так, куда-то где нарисовать? Так, значит, смотрите, у нас есть первичная покровная ткань. Она называется, условно говоря, эпидерма. Эпидерма – это если мы берем стебель. Вторичная покровная ткань, которая называется перидерма. Что такое перидерма, нужно будет вспомнить и залезть в видео, которое до этого. А, соответственно, сейчас хотела написать ритичная покровная ткань, но это неправильно. Когда у тебя перидерма, наслаивается на перидерму, и еще раз на перидерму, все это в совокупности называется корка или ритидом. Ритидом – это по-научному, корка – это по-русски. Вот, вот что такое ритидом. Соответственно, дальше визуально вы должны вспомнить кору дуба, вот эти вот прекрасные наслоения, да, и вот то, к чему вы непосредственно прикасаетесь рукой – это суперстарая перидерма, но под ней есть еще слой перидермы, а еще слой перидермы, еще слой перидермы. И когда вы отдираете кору дуба, надеюсь, вы так не делаете, да, когда вы отдираете кору дуба от дуба, то вы видите такую гладкую дерево, с русским языком мне сегодня плохо, гладкую поверхность дуба. Вот это вот. Разве вы на первом уроке не упоминали это? Или у меня глюки? Не, не глюки, все правильно, об этом мы и рассказывали. Так вот, когда вы прикасаетесь рукой к этой гладкой поверхности, это и есть живые флоемные элементы. А в руках у вас осталась совокупность перидермы, то есть у вас в руках осталась корка и дохлые элементы флоема. Вот, потому что изнутри вот эта вот кора, которую вы отодрали, она тоже такая условно гладенькая, а гладенькая она, потому что раньше была живой, потому что это флоемные элементы. Так, а после того, как отмерла флоема, потом что? Как только флоема отмерла орла, она слущивается, уходит при помощи образования вот этой коры. Потому что с течением времени старые клетки тоже отваливаются. Вот как-то так. А потом пришел лось, например, и поточил рога, не лось, а лень. Хотя лось тоже может сделать. Ну, короче, пришел кто-нибудь, подергался вас башкой, ну, и, соответственно, ушли клетки и прочь. Вот как-то так. Потому что как только у вас нарастает ксилема изнутри, у вас флоемные кольца не могут быть цельными, они рвутся. Вот, поэтому флоема должна постоянно уходить, постоянно слущивается. Ослущивается она при помощи образования перидермы и образования корки. Она вместе с мертвой перидермой уходит. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Едем дальше. Механические элементы флоемы. Нет, ретидом нельзя назвать корой, потому что ретидом – это корка. Корка – это совокупность перидермы. Перидерма плюс перидерма плюс перидерма плюс перидерма. А кора – это совокупность перидерма, перидерма, перидерма и дохлые элементы флоемы снаружи. То есть корка – это старая перидерма. Корка – это не просто старая перидерма. Корка – это совокупность старых перидерм. Еще раз. Ня-ня-ня, дубль два. Сейчас нарисуем. Итак, значит, раз. Это перидерма номер один. На самом деле она состоит из трех слоев. Мы помним, да? Филема снаружи, которая по-другому называется пробка, филоген и филодерма. Все это в совокупности называется перидерма. Дальше. Когда этого слоя оказывается недостаточно, потому что вы уже пятилетний дуб, снизу, снизу, вы откладываете вторую перидерму, которая состоит из таких же трех слоев. Вторая перидерма. Когда вы понимаете, что вам уже восемь лет и вообще пора бы обзаветись третьей перидермой, вы делаете все то же самое. Раз, два, три. Вот третья у вас перидерма. Но к этому моменту первая перидерма оказывается вся дохлая. Если в тот момент, когда она была только-только отложена, то филоген, так как это меристоматическая ткань, это были живые клетки, и филодерма, они были тоже живыми клетками. Но так как у вас уже три перидермы, то сюда, в первую перидерму, уже не поступают питательные вещества. И все клетки, филогены и филодермы, субернизируются и тоже умирают. Так вот, совокупность первой, второй и третьей перидермы называется ритидом. С чем контактирует ритидом? С чем контактируют непосредственно клетки вот этой третьей перидермы? А вот здесь находятся паренхивные или механические клетки флоэмы, флоэма. Но в какой-то момент вот эти клетки оказываются нефункционально способными, потому что там время прошло или еще что-то. И когда вы отдираете от дуба кору, вы отдираете вот это. При этом здесь нормально функционирующая флоэма. Здесь живая флоэма, напишем, флоэма живая. А вот эта флоэма будет мертвая, мертвая. Вот это кора. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Все. А как расти не избавляться от ненужных веществ? Ой, слушайте, они могут их запасать в уколе и сбрасывать привет листопадным растением. Они могут, кстати, правильно Роман написал, через корни, только не устья листьев, а устья листьев. Они могут через корень в прямом смысле выделять в резосферу. Что такое резосфера, поговорим позже. Они могут в прямом смысле выделять через корень всякую гадость, которая им не подходит. Но если это гадость, которую, если это вещество, которое растение плохо знает, оно не понимает, что это вещество делает, то скорее это вещество будет помещено в укол и будет абсорбировано при помощи фитосидерафоров. Что-то такое тоже буду потом рассказывать. Под стоплазмами плавают и растворяются со временем. Ну, нет, не плавают под стоплазмами, не растворяются со временем, потому что это на самом деле очень опасно. К тому же у растений есть всякие там литические в уколе. В общем, у них много приспособлений, чтобы избавиться. По какому пособию вы работаете? По многим. Через кору вроде тоже... А, да, 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 кстати, печеньковая студия правильно... Злата, извините. Через кору тоже могут исправляться, да. Собственно, вот в эти старые передермы, которые дохлые, тоже можно запихнуть туда не пойми что. Ну, в чем-то я вообще никак не уверен. И оно со временем отвалится от тебя. Тоже так можно, да, кстати. Так, поехали. Я все еще хочу рассказать про флоэму. Итак, механические элементы флоэмы. Так, еще раз. Первое, о чем мы с вами должны поговорить, и то, что на самом деле встречается чаще всего, это протофлоэмные волокна. Это в прямом смысле протофлоэмные волокна. То есть это те клетки протофлоэмы, которые на самом деле оказались паренхимными и не участвовали в образовании проводящих элементов. Во-первых, они одревесневают. То есть, если вы покрасите их флороглюцином, они станут у вас розово-фиолетовыми. Во-вторых, они мертвые, потому что они полностью люгнифицируются. Дальше, они образованы прокамбием, потому что протофлоэмные волокна. И если, когда начнут, собственно, когда начнут дифференцироваться эти протофлоэмные волокна, а вот когда вы полностью все сделали, вы полностью сделали протофлоэму, и, возможно, вы уже начали дифференцироваться в метафлоэму, вот только в этот момент протофлоэмные волокна встанут на путь дифференцировки. Они служат для, скорее, они как бы работают на перспективу. Они долгоиграющие элементы. Поэтому сразу дифференцироваться они не будут. Ну и чаще всего именно механическими элементами являются протофлоэмные волокна. Но есть и лубяные волокна, но это уже другая история. Привет, лубяну избушки зайца. Так, у кого-то была ледяная, у кого-то лубяная. Привет, сказка, я не помню. Значит, лубяные волокна. Лубяные волокна, как вы понимаете, тут уже написано, что они образованы камбием, и это означает, что они формируются во вторичной флоэме. То есть протофлоэмные волокна могут сформироваться, но с течением времени они будут убраны через образование коры. Дальше. У древесных растений, господи, у древесных растений, да, у древесных форм во вторичной флоэме могут быть как волокна, так и склероиды. Кто такие склероиды? Это одиночные клетки, выполняющие механическую функцию. Такие длиннющие, длиннющие. Ну и бывают исключения. Благодаря этому исключению мы это растение безумно-безумно любим. А на самом деле лен, у него есть лубяные волокна, только они не древесневают. Они также выполняют механическую функцию, только они работают как каленхима. То есть они очень гибкие, но при этом их сложно разорвать. Ну и соответственно при помощи вот этого вот свойства, соответственно, льняная одежда является очень-очень прочной. Льняные нитки, льняные канаты очень прочные, хотя на самом деле самые прочные канаты, сделанные из растительной серья, это конопляные канаты. Вот из конопли получаются самая прочная одежда и самые прочные канаты. Но так как сейчас конопля в нашей стране под полным запретом ну практически полным запретом хотя на самом деле сельскохозяйственные сорта конопли практически не содержит никаких канабиноидов там селекция не туда пошла вот но к сожалению сейчас это все под запретом хотя в советском союзе был даже значок знатный коноплевод вот сейчас мы так не делаем вот собственно да то я же помнила что я выбирала фоточки но давайте разбираться кто есть кто а что у нас дальше нет итак давайте смотреть что мы с вами видим значит смотрим внимательно смотрим на правую фотографию фотография b значит вот это это паренхемные клетки соответственно это может быть там радиальная лучевая паренхема неважно соответственно вот эти вот вытянутые клетки это у нас будут членики соответственно сетовидных трубок ну и дальше возникает вопрос куда надо смотреть чтобы понять где у нас клетка спутница чтобы обнаружить клетку спутницу мы должны найти что мы должны найти в ней ядро причем знаете ядро такое нехилых размеров давайте сначала посмотрим вот на эту структуру как вы понимаете это вот это вот сетовидное поле которое имеется на концевых клетках простите не концевых клетках на концевых стенках вот и соответственно здесь она просто немножко под другим углом и здесь видно как она испещрена дальше если вы внимательно присмотритесь вы увидите маленькие клеточки с точечкой посередине вот здесь то же самое маленькая клеточка здесь конечно посередине . ядро уехала вниз это и есть клетки спутницы причем посмотрите внимательно вот у нас членик раз два три четыре давайте посчитаем 1 точечка 2 . 3 . 45 и вот здесь вот 6 . то есть на 4 членика сосуды мы насчитали с вами 6 клеток спутницы так так не стало интересно за какие познания такие познания так понятно ну и соответственно если мы посмотрим на левую фотографию что мы с вами увидим значит здесь врезается тяж паренхимных клеток до чем видите вот они вот так вот разграничены и вот соответственно тоже между тоже паренхимные клетки как вы понимаете именно из паренхимных клеток начинают дифференцироваться клетки спутницы но здесь их уже найти будет сложнее здесь ну соответственно здесь уже будет чуть посложнее что стоит стоит отметить я честно говоря пыталась передо мной лет пять назад я попросил у ботаников значит передо мной положили срезы флоемы голосеменных и покрытосеменных и я поняла что конечно вот так вот спутал и кто я определить это не могу то есть если вселенных элементов сразу все более менее понятно из-за неравномерно толщины клеточных стенок того флоеме это не очевидно то есть ну по крайней мере для меня это не очевидно следующая ткань который мы с вами обсуждать это так называемая трансфузионная ткань трансфузионная ткань это особый тип проводящих элементов которые встречаются только голосеменных растений он представляет из себя что-то среднее между ксилемой флоемы и служит для того чтобы транспортировать вещества между проводящими пучками мизофилом то есть это дополнительный челнок а он состоит ну или ткань она состоит из двух типов клеток это трансфузионные трахеиды которые напоминают ксилемные элементы они мертвые водопроводящие древесневающие но очень очень похожи на трахеиды есть пранхимные клетки которые представляют у себя аналог клетки стразбургера то есть это живые клетки которые контролируют работу вот этих водопроводящих трахеид я вот сейчас читаю чат и я чуть не понимаю что то вам видимо конопля как-то зашла понятно так еще раз давайте посмотрим все то же самое только теперь уже в соответственно картинках итак смотрим сначала на цифру 3 собственно вот эта цифра к 3 это есть в разрезе это поперечный срез соответственно трансфузионная трахеида что представляет из себя вот эти вот кругляшки кругляшки это соответственно вот эти вот поры которые у нас встречаются на поверхности трех лет да ну и соответственно между ними есть клетки с живым содержимым под цифрой 2 это вот эти вот паренхимные клетки как вы видите они чередуются более или менее равномерно распределяются и трансфузионные трахеиды и паренхимные клетки еще раз, зачем это все нужно голосеменным? Ну, наверное, чтобы жизнь была нескучной, потому что, наверное, они напрямую, хотя на самом деле с каналами-переносчиками они все нормально, я не знаю, ну вот, наверное, потому что, чтобы вы страдали, как я обычно говорю детям, когда они режут хвоинку сосны или что-нибудь в этом роде. Я говорю, а что это за клетки? Я говорю, а это, чтобы вы страдали. Но вообще очень интересная ткань, но, опять же, повторюсь, в основном только у голосемных она встречается. Итак, следующая наша с вами ткань, надеюсь, это дальше будет быстренько. Абсорбационные ткани. Кто подразумевается под абсорбационными тканями? Ну, конечно же, в первую очередь резодерма. Мы, в принципе, с вами про нее говорили и больше говорить не будем, потому что все было сказано, когда мы обсуждали первичную покровную ткань корня. Это особая ткань сфагновых мхов, которая называется гиалодерма. И это виламин, тоже особая ткань, которая встречается у эпифитов, ну и, в частности, у орхидных. Ну, то есть ярче всего она представлена у орхидных, в смысле ярче, с той точки зрения, что вы это можете легко посмотреть. Итак, еще раз повторюсь, про резодерму говорить не будем. Начнем мы с вами с виламина. Итак, не могу сказать, как правильно говорить. Кто-то говорит виламин, кто-то говорит виламен. Я не могу сказать, как правильно. Я всегда говорю виламин, но, может быть, я не права. Виламин состоит из трех типов клеток. Первое – это основные клетки виламина. Вот они. Я, соответственно, их сейчас обрисовываю. Основные клетки виламина, ну, в первую очередь, они мертвые. И они не просто мертвые, а все их клеточные стенки пронизаны спиральными утолщениями. То есть их все клеточные стенки спирально утолщены. Вспоминаем спиральные трохииды. Вот примерно то же самое. При этом первичные клеточные стенки между этими утолщениями полностью исчезают. И у вас получаются скрученные спиральки. Соответственно, дырки между этими спиралями. Дальше. Второй тип клеток – это пропускные клетки. Пропускные клетки, они зачем нужны? Пропускная клетка – это те ворота, через которые все то, что уловил виламин, попадает внутрь корня. Зачем нужен виламин вообще? Еще раз. Эпифит. Эпифиты – это растения, которые живут на ком-то другом. Например, я прекрасная и замечательная орхидея. И расту я на другом дереве. Да, я к нему прикрепляюсь, но есть проблема. Мне нужно поглощать воду, минеральные вещества из воздуха. В прямом смысле из воздуха. Собственно, видоизменения корней, которые с анатомической точки зрения имеют виламин, называются воздушные корни. Пожалуйста, не путайте их с дыхательными. Об этом будем говорить уже на следующем, скорее всего, на следующем занятии. А снаружи корень одевается в чехол, который называется виламин. Эта ткань должна прекраснейшим, идеальнейшим образом поглощать воду, капельно-жидкую воду, растворенную в воздухе. Как это делать? Нужно создать губку в прямом смысле этого слова. И поэтому основная масса клеток – это вот эти мертвые спиральки. Если туда что-то попадает внутрь, ты оттуда это изъять, тебе будет очень сложно. Если губка набрала воду, то как вы можете изъять воду из губки? Либо вы ее должны выжать, отжать, либо вы должны ее сильно встряхнуть. Поэтому вот эти основные клетки, клетки виламина, мертвые, они работают как губка. Да, это все прекрасно. Ты набрал воду, минеральные вещества, потому что в любом случае в каком-то количестве они там растворены. А дальше возникает вопрос. А вдруг ты взял какую-нибудь заразу с собой? Ты не имеешь права бесконтрольно в себя впускать заразу. Если у нормального корня есть корневые волоски и системы отсечения гадости, то кто будет этими воротами виламина? А воротами оказывается вот эта пропускная клетка. Пропускная клетка, она живая, и она, как вы видите, значительно больше, чем все окружающие ее клетки. И она контролирует ток веществ из виламина, соответственно, внутрь первичной коры. Но есть и со стороны виламина особая клетка. Она называется кроющая клетка. Вот я ее сейчас заштриховываю. Она примыкает к пропускной клетке со стороны виламина. У нее имеются очень специфические утолщения. Вот она в разрезе. Посмотрите, вот эта вот кроющая клетка. У нее специфические такие более мелкие ситообразные утолщения. И, соответственно, туда стекаются все элементы. Это просто с механической точки зрения клетка, которая притягивает к себе, туда стекаются вся вода, которая набралась в виламина. Ну, вот это виламин с... Сейчас, как же это называется? Орхидея называется фаленопсис. Вот как это называется. Фаленопсисы очень часто продаются в магазинах. И, соответственно, вот этот фаленопсис жил очень нежирно. И поэтому виламин у него представлен довольно скудновато. Вот это клетки виламина. Вот они. Вот здесь вот тоже клеточки виламина. Но, как вы понимаете, видимо, хозяйка очень хорошо или хозяин хорошо поливал этот фаленопсис. Поэтому делать широкий виламин нет необходимости, потому что с водой все нормально. Дальше возникает вопрос, почему вот это вот все фиолетовое? Это что такое и зачем это нужно? А все дело в том, что вот эти клетки, вот эти вот такие вытянутые, это клетки экзодермы. Экзодерма – это тоже первичная покровная ткань корня. Экзодермальные клетки часто живые. Ну, они бывают разными. Мы будем об этом говорить уже непосредственно о анатомии корня. А почему здесь флороглюцином-то покрасилось? Что за бред сивой кобылы? А на самом-то деле, давайте вернемся на предыдущий слайд. Вот эта вот пропускная, господи, кроющая клетка, она может отребесневать иногда. Не всегда, но может. И в итоге, соответственно, мы получаем вот такую штуку. Сколько еще примерно будет длиться на ленте? Не волнуйтесь, за минут 30 я точно уложусь. Ой, да. Да. Ну, здесь я все, оказывается, циферками обозначила. Ну, ладно. Следующая наша ткань с вами – это гиалодерма. Гиалодерма – это особая абсорбционная ткань, которая развивается у сфагновых мхов. Как вы помните, сфагнум – это мох, который может побрать в себя кучу-кучу воды, а потом никому ничего не отдаст. Такая же губка, такая же губка, наподобие виоламина. Только устроены эти клетки по-другому. Давайте смотреть, что у нас получается. Значит, что мы с вами видим? Вот у нас есть клетка. Эта клетка имеет небольшие утолщения клеточной стенки. Незначительные, незначительные. Но вся проблема в том, что ровно посередине себя она делает гигантскую дыру. Гигантскую дыру. Гигантскую дыру. Как вы понимаете, гигантские дыры есть не только с одной стороны, но и с нескольких их сторон. При этом в дальнейшем внутреннее содержимое клеток отмирает. Сейчас мы на ней рисуем веселого джека. Ну, короче, в общем, сдохло внутреннее содержимое. И в итоге у нас получается туда легко зайти в воде, но сложно оттуда выйти. Дальше возникает вопрос. Если все ткани сфагнума такие, то как мы будем фотосинтезировать? А все дело в том, что между этими тканями, между этими слоями клеток находятся супер вытянутые клетки, которые содержат хлоропласты, хлорофилоносные клетки. И у сфагнума получается чередование хлорофилоносных клеток с гелодермой. Вот как это выглядит на срезе. Это, собственно, срез... Сейчас, мне кажется, я делала... О, да, циферки. Вот смотрите, циферка 1, как вы понимаете, это хлорофилоносные клетки. Дальше. Циферка 2 – это вот эта вот та самая дырка, отверстие клеточной стенки. Вы даже видите что-то прямо на просвет. Что такое 3? 3 – это остаток клеточной стенки. А именно поэтому вы ее видите мутной, поэтому она продолжает функционировать. Ну и, соответственно, 4 – это вот эти вот септы, дополнительное утолщение для все-таки механической прочности. Вот такая вот интересная геолодерма. А это все то же самое, только при помощи сканирующей электронной микроскопии. Выглядит как бешеные порванные тихоходки. Но, по крайней мере, когда я увидела это, мне так показалось. Ну, соответственно, дырки понятно, септы тоже понятно, ну и, соответственно, клеточная стенка тоже понятно. Тут все более-менее понятно. Ассимилирующая хлоренхима. Ассимилирующая ткань – это та ткань, при помощи которой, соответственно, происходит ассимиляция питательных веществ. Ну и, естественно, нам нужно говорить про хлоренхиму. Какая бывает хлоренхима, что такое мизофил, столбчатый, губчатый – все это мы с вами будем разбирать. Тогда, когда будем говорить про лист. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Просто помните, что есть ассимилирующая ткань. Что самое интересное, свойственно хлоренхиме. И здесь я уже хочу залезть скорее в свою стихию. А моя стихия, в первую очередь, это физиология растения. Дело в том, что, не знаю, знаете вы или нет, но растения обладают цветовидением. Они различают цвет света, падающих на них, интенсивность. В общем, у них есть фоторецепторы. И в зависимости на то, как это все влияет, в зависимости от того, какой свет падает на листовую пластинку, с какой стороны, очень много света или очень мало, растение умеет перераспределять хлоропласты в зависимости от падающего света на него. Итак, давайте посмотрим на вариант А. Что такое вариант А? Это означает, что у нас мало солнечного света, его мало, мало, а мы очень-очень хотим фотосинтезировать. Поэтому вытянутые хлоропласты располагаются большей поверхностью, более длинной поверхностью, ровно перпендикулярно к падающим солнечным лучам. Как только повышается, и причем сильно повышается концентрация света, то хлоропласты выстраиваются таким образом, что малая площадь их оказывается перпендикулярно падающему свету. Здесь много света. Но когда у нас переменная облачность, нам с одной стороны нужно, нам непосредственно нужно, сейчас смысл слова совсем, когда у нас переменная облачность, то с одной стороны все-таки много света, но при этом мы должны обеспечивать нормальный фотосинтез. Поэтому при переменной облачности, при рассеянном свете, то у нас бывает и так, и так. Все это контролируется фоторецепторами, фоторецепторы начинают воздействовать на нити цитоскелета, которые перестраиваются и тянут за собой, соответственно, хлоропласты. Хлоромихима это умеет делать прекрасно и делает всегда. Также есть особые варианты строения симилирующих тканей, и в данном случае я хочу обратить ваше внимание на нескольких вариантов. Первый вариант – это маршанция, и у нее есть особая штука, которая называется дыхальца. В прямом смысле эта штука так называется – дыхальца. Да, вот, я очень смеялась, когда я первый раз услышала. Второй вариант – и, собственно, образуется некая камера с дыхальцем. Это не совсем, как вы понимаете, устица, но она умеет приоткрываться и призакрываться. Все равно все-таки мобильно. И внутри этой камеры находится гигантское количество ассимиляторов. То есть это фактически клетки хлорентина. Второй вариант, вариант Б – это кукушкин лен. У него есть, соответственно, под защитой, вот это вот все у нас будет защита, защитные элементы. У него будет бешеное количество клеток, которые, соответственно, будут, ну, эти тоже ассимиляторы. То есть это фотосинтезирующие клетки. И есть еще один вариант, тоже такой интересный. Это адиантум. У него есть эпидермальные клетки, внутри которых есть гигантские мелькошклетники. А зачем они нужны? А для того, чтобы запасать воздух, потому что нам нужны газы. А каким образом растения чувствуют, где находится свет? Потому что у них есть фоторецепторы. Эти фоторецепторы располагаются в разных частях растения. Что могу сказать? Ну, в общем, фоторецепторы. В прямом смысле. Наш фоторецептор – это глаз. И он у нас находится только в одном месте. А растения почти всей поверхностью могут чувствовать свет. Так, поехали дальше. Вопросов тут больше нет. Упс. А, вот. Да-да-да. Собственно, это и есть дыхальца маршанцы. Посмотрите внимательно. То есть что мы здесь с вами видим? Вот это вот дыхальца, ворота дыхальца. И вот она созданная камера. И внутри располагаются клетки, которые насыщены большим количеством флоропластов. Вот такая вот штука дыхальца маршанцы. Так, дальше что у нас? Вот. А это кукушкин лен. Все то же самое. Причем, видите, здесь есть розоватые такие элементы. То есть это механически утолщенные, правда неравномерно, да, механически укрепленные клетки, да, которые несут на себе вот эти вот ассимиляторы. Так, понятно, тут какие-то разговоры про беседу. Запасающие ткани. Значит, к запасающим тканям у нас относятся паренхинные ткани. Но только возникает вопрос, а что мы хотим запасать? Что можно запасать? Можно запасать белки. При этом мы, или я уже не с вами, неважно, можно запасать белки, и запасающие белки делятся на 4 группы. Альбумины, глобулины, проламины и глютилины. Чем они отличаются? Во-первых, они отличаются локализацией, потому что, например, альбумины и глобулины чаще всего находятся в зародыше. Это мы сейчас уже говорим про семя. А проламины и глютилины находятся в запасающих тканях, соответственно, непосредственно запасающих тканях. Они отличаются аминокислотным составом. Ну и, в принципе, это все, что вам нужно пока знать. Что такое дыхальце? Дыхальце, еще раз, это особая группа, ну, господи, это особая структура у маршанцы, которая имитирует устицу. Ну, типа имитирует устицу. Можно запасать жиры. Ну, класс, ты семя, ты запасаешь жиры, все шикарно. Ну и можно запасать углеводы, привет крахмалу. Все шикарно, все замечательно. Но при этом можно и запасать воду. Потому что если белки, жиры, углеводы, условно говоря, это там чаще всего мы говорим про семя, хотя взрослые растения так же умеют делать. А вот воду будут запасать только взрослые растения. Потому что семя не имеет права запасать воду, иначе она начнет функционировать. Это неправильно и нехорошо. Следующий тип ткани – это проветривающая ткань или аэронхима. Что вы видите на своей картинке? Вот этот вот сюр прекрасный, замечательный, красивый, но при этом симметричный. Это аэронхима. Ох, как бы вспомнить название, называю. Сейчас, сейчас, сейчас. Ситник. По-моему, это растение ситник. В общем, это аэронхима ситника. Если я правильно помню. Вот такая вот аэронхима. Как она может создаваться? Она может принимать разные формы. Может быть звездчатая, может быть продолговатая. Она может сразу создаваться. Она может образовываться путем разрушения каких-то клеток, умерщвления каких-то клеток, потом их полного разрушения. Она может создаваться сразу, то есть сразу закладывается геометрия клеток, а потом их внутренние содержимые разрушаются. В общем, разные способы. Она может быть в стебле, может быть в листьях, может быть в корнях. Есть такое страшное растение, которое я никогда не могу выговорить правильно. Это жуссие перуанское. Вот это жуссие, дело в том, что вот это страшное растение на «Ж» обладает аэронхимой, потому что это жуссие обладает особым видоизменением корня, которое называется дыхательные корни, или по-другому они называются пневмотофоры. Как вы понимаете, все пневмотофоры содержат аэронхиму. Только другое дело, как она, соответственно, развивается, это другой вопрос. Итак, аэронхима. Ну вот, как это может выглядеть. Посмотрите, если слева... Я опять не помню, кто это. По-моему, это... А, лук такой. Сейчас, шалот. По-моему, шалот. Да, по-моему, шалот. В общем, смысл в том, что у него весь стебель изрезан, соответственно, аэронхимными клетками. При этом дырочки, как вы понимаете, образуются тем, что просто разрушаются клетки, а, соответственно, стенки образованы фотосинтезирующими клетками. Ну, то есть очень-очень интересно. А есть другой вариант. Я не помню, как называется это. Как видите, очень аккуратненькие такие дырочки, аэронхимные элементы. И это, кстати, по-моему, корень. Да, вот. То есть можно полностью занять аэронхимой, все-все-все. Можно занять лишь часть. И все зависит от того, какую функцию мы преследуем. Как вы понимаете, аэронхима может образовываться в любом случае, а может образовываться вынужденно. Вот. Так что тут всегда все по-разному. Ну, и последнее, о чем мы с вами поговорим. Я сразу скажу. Здесь много информации, но я буду ее очень быстро рассказывать, потому что, в принципе, здесь она только для вашего общего развития. Пожалуйста, не надо это ничего запоминать. Это выделительные ткани. Соответственно, секреторные и экскреторные ткани. Их много разных. И они выполняют совершенно различнейшие функции в зависимости от того, где находятся. Соответственно, что такое секреция и что такое экскрекция? Секреция – это когда мы что-то сделали, и это вещество осталось внутри самой клетки. Ну, вот, например, для отпугивания кого-то или еще что-нибудь в этом роде. В общем, осталось прямо внутри. Если же мы говорим про экскреторные структуры, то тогда вещества выделяются наружу. Это могут быть летучие соединения, это могут быть какие-нибудь смолы, неважно. Но самое интересное, что все эти выделительные ткани, они разбросаны по всему телу растения, не имеют четкой локализации, имеют разные происхождения. В общем, полный ахтунг. Но самое главное, что в этих структурах синтезируются очень специфические вещества. Так, это мы с вами не будем говорить. Вот это вот страшная структура, которая, значит, страшная табличка, которую я взяла из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Итак, где могут располагаться эти секреторные структуры? Они могут находиться внутри растения и оставаться внутри растения, а могут сформироваться на поверхности растений. Тогда мы говорим про то, что есть экзогенные секреторные структуры и эндогенные. Эндогенные остаются внутри и накапливают что-то внутри, а экзогенные располагаются на поверхности и выделяют что-то на поверхности. Давайте разбираться, что может являться продуктом секреции, что растение может секретировать. Ну, во-первых, углеводы. И тогда мы с вами говорим про нектарники и про слезевые вместилища. Значит, что такое нектар? Это то, при помощи чего я привлекаю своих опылителей и распространителей. Это очень классно, все замечательно. Что самое ценное в природе гетеротрохов? Конечно же, углеводы. Потому что углеводы – это начало дыхания. А клеточное дыхание дает тебе энергию, дает тебе АТФ. Поэтому проще всего для привлечения использовать углеводы. Но дальше возникает вопрос, а чем, простите, ты будешь делать углеводы? И тогда выясняется, что эти клетки будут иметь очень специфический набор органелл. И в итоге окажется, что у этих клеток будет очень много пластид, потому что должен быть активный фотосинтез, и очень активный аппарат Гольджи, потому что именно в аппарате Гольджи собираются все вот это вот история. Дальше. Что еще можно секретировать? Можно секретировать терпены. Терпеноидные соединения, или по-другому они называются изоприноиды. Смысл в том, что… Сейчас я даже вам, пожалуй, нарисую, если тут есть старшенькие. Ну, в смысле старшенькие, которые с органической химией знакомы. Значит, давайте. А, вот. Это изопрен C5H8. Вот сложите его как угодно, в каком угодном количестве, C5, C10, 15, 20, 25 и так и далее, навесьте разных заместителей, и получится гигантская вариабельность. Можно сложить линию, можно собрать конструктор, получится циклы и так и далее, но все терпеноидные соединения с C5 по C15, сейчас я напишу, господи, ну, C15 максимум, C5-15, это масла, но это эфирные масла, то есть это не жиры, да, эфирные масла – это летучие соединения. Привет запаху мятки, аромат розы, вот эта вот вся история – это все терпены. Все, что пахнет в растительном мире, вот это вот летучие и пахнущие в растительном мире – это, скорее всего, терпены. Все, что с C20 по C примерно 30 – это смолы. И привет хвойным, смола, все вот это вот липкое, мама, я прилип, а не надо было сосну трогать. Вот эта вот вся история – это все туда. Все, что больше 35 – это, соответственно, твердые соединения, и к ним будут относиться, например, каротиноиды. Самое смешное, что каротиноиды – твердые соединения. Ха-ха-ха, вот, ну, по крайней мере, фотосинтетически активные каротиноиды – это твердые соединения. Ну, и, соответственно, их тоже можно секретировать, это очень классно. Много разных причин, зачем это делать, потому что смолы – это защита, конечно, потому что если что-то попало в смолу, оно туда не выйдет больше никогда. Поэтому у голосеменных смоляные ходы есть, хвоинка – это где угодно, даже в корне у них есть смоляные ходы, они вообще везде. Что еще можно секретировать, упс, пардон, белки. И тут мы вспоминаем, кстати, у вас где-то в переписке всплывала мухоловка. В общем, мухоловка, как вы понимаете, секретирует белки, потому что оно насекомоядное растение, и нужны ферменты, которые будут переваривать насиков. И тогда нам нужно будет большое количество органелл, которые будут делать белки. Это, естественно, шероховатый ЭПР и аппарат Гольджа. Ну и последнее, что можно секретировать – это особый букет, я бы сказала. Это букет, это секрет млечников. Тут по-разному. Это могут быть терпиноиды, вот этот млечный сок. Дело в том, что у разных растений состав млечного сока будет разным. Иногда это даже часть фенольных соединений. В любом случае всегда будет в большом количестве у этих клеток эндоплазматической ретикулы. Ну и чаще всего, конечно, млечники будут в стеблях, да. То есть в листьях практически не будет. В корнях, ну, по-разному. А вот в стебле в основном будут сосредоточены эти вот ходы млечников. Особая экзогенная структура, которая выделяет наружу что-то – это гидротоды. Ну, так как гидос, да, гидрос – вода, то чаще всего гидротоды выделяют воду. Гидротоды разные в зависимости от систематического положения группы. Выглядеть могут по-разному. Могут быть одноклеточными, могут быть многоклеточными. Могут быть погруженными, непогруженными. Ну, все очень-очень по-разному. Но я бы хотела вам отдельно показать гидротоды камнеломки. Как выглядит камнеломка, вы совершенно спокойно сейчас можете загуглить. Значит, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Значит, вот по краю у нас, соответственно, идут выступы такие. Ну, это для красоты, считайте, край листа. И вот на это гидротоды. То есть, во-первых, гидротоды оказываются в лунке. То есть уровень поверхности, который я сейчас обрисовываю, оказывается ниже, чем уровень, как бы общий уровень и общая наполненность самого листа. По центру находится некое отверстие, через которое выходит вода. Как происходит выделение воды? Это особые осматические процессы. В принципе, всегда это связано с осмосом и связано с истечением воды. Чаще всего гидротоды присущи растениям, либо которые живут в тропических условиях, либо те, которые находятся в условиях тени, а при этом плохо проветриваемой тени. И тогда у них проблемы с поднятием воды. И гидротоды частично решают проблему тока по ксилеме. Потому что если у вас устицы не работают как открытый кран, потому что нет движения воздуха, и вы в тени, и у вас транспирация плохо работает, то единственный вариант заставить как-то двигаться в воду по своему телу – это работать с гидротодами. Вот многие папоротними, наверное, так делают. Но камней ломкой – это, конечно, немножко другая история. Какие бывают экзогенные структуры? Экзогенные, вспомнили, да? Это те структуры, которые формируются на поверхности. Значит, это железо… Я сейчас их всех покажу. Вот. Значит, железистые волоски, пельтатные железки, солевые железки, железки хищных растений, нитарники. Короче, это все структуры, которые формируются на поверхности. Они могут быть одноклеточными, многоклеточными, но смысл в том, что нужно что-то из себя выделить. Значит, что можно выделять? Можно выделять эфирные масла, и тогда это будут железистые волоски. Ты, например, затронул железистый волосок, немножечко нарушил его анатомическую структуру, и вот из него потекло вот это вот масло. Могут быть пельтатные железки, и тогда они немножко по-другому формируются. Они закладываются в более глубинных слоях эпидермы, поэтому если вдруг вы решили содрать эпидермы с несчастного листа, пельтатная железка останется, с ней будет все нормально. Особый интерес возник, конечно, у меня вызывают солевые железки, но это привет растениям, которые вынуждены жить на почвах с высоким содержанием соли. Ну, хищные растения, нектарники, тут все понятно. Как это может выглядеть? Вот это классическая железка, такой волосок. Раз клетка, два клетка. То есть две клетки образуют ножку и гигантская голова. Собственно, в гигантской голове происходит запас чего-то там. Или туда происходит секреция чего-то там. Как вы видите, волоски могут выглядеть по-разному. Наверху может быть одна клетка, три клетки, три не может быть, четыре клетки, две клетки. И, соответственно, насколько глубоко они держатся за эпидерму, тоже может быть по-разному. Сразу скажу, вот это немножко другое. Сразу скажу, я не знаю, писали вы школьные липиапы или нет, но, по-моему, у кого-то из вас был вопрос, по-моему, был в старших классах, не я делала этот вопрос, могут ли листья выполнять функцию минерального питания. Все дело в том, что здесь мы обсуждаем именно секреторные структуры, мы здесь говорим про секрецию, но могут на поверхности, в частности, листьев формироваться волоски или трихомы, которые внутри оказываются полыми. То есть сначала формируется волосок, а потом его внутреннее содержимое отмирает. И клеточные стенки частично перфорируются. И тогда такой волосок может работать в качестве водосборщика. Ну, например, как это делает виламин. Только если виламин – это ткань, которая полностью покрывает корень, то такие волоски – это, условно говоря, одиночные структуры. Да, но на поверхности листа их можно сделать иное количество. И тогда получится, что листовая поверхность может работать в качестве поглощателя воды и минеральных веществ. А дальше надо вспомнить, например, пустыню Атакаму и всякие кактусы или молочаи, которые там живут. Потому что так как пустыня Атакамы – это самое-самое сухое место на земле, и там выпадает дождь раз в два года, то возникает вопрос, как эти растения вообще растут. А растут они за счет водяного пара или росы, которая появляется там поутру с океана, заходит через горную бреду. Она не выпадает в качестве дождя. Она вот эта вот капельно-жидкая субстанция. И ее надо поглощать. И поглощают ее вот те самые волоски трихомы. О, Рома, у вас был этот вопрос. Поздравляю, надеюсь, вы ответили правило. Что такое ЭПР? ЭПР – это эндоплазматический ретикулум или эндоплазматическая сеть, если брать школьный учебник. Выполняет функции, бывает гладким, бывает шероховатым, или по-другому гранулярным и агранулярным. Так, едем дальше. А это, собственно, нектарники. Это то, как выглядят нектарники. Ребята, я забыла, что это за растение. Это, по-моему, какое-то… Ох, мамочки. В общем, я забыла, что это за цветочек. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Эти нектарники визуально выглядят как устица. Не, ну серьезно. Я подумала, что это какие-то устицы. Но нет. Это особые структуры, которые, собственно, выдавливают, когда надо, открываются и выдавливают из себя вот этот вот нектар, который нужно в нужный момент… Эти ходы нужно открыть, и в нужный момент нужно выдавить содержимое. Вот, тоже находятся под довольно жестким контролем. Эндогенные структуры – это то, что находится внутри. Сейчас я вам всем… Упс, пардон. Вот. Значит, что можно накапливать внутри? Что можно накапливать внутри и зачем это нужно? Значит, можно накапливать масла. И тогда привет кулинарии, привет парфюмерной промышленности. Ну, в смысле, это как мы это можем использовать, а на самом деле зачем это растением? И тут возникает самый главный вопрос о разделе физиологии растения, который называется вторичный метаболизм растений. Что такое вторичный метаболизм? Это N-групп, гигантские вариации веществ, которые синтезируют растения, которые супер-супер жизненно не необходимы растению. Например, зачем мята синтезирует ментол? Зачем кофе синтезирует кофеин? Ладно, кофеин. Понятно, кофеин, теин. Вообще-то нормальные растения, нормальные животные не любят кофеин и теин. Нормальные животные не любят никотин. Они их пугают и, собственно, не едят вот эти вот там табак, чай и так и далее. Но вот мы негопитающие, мы курим, привет, никотину, и мы пьем чай, привет, теину или там кофе, кофеину. Просто кофеин и теин – это одно и то же. Но есть же куча вспомогательных дополнительных веществ, которые параллельно синтезируются с кофеином. Вот этот аромат кофе – это же не кофеин. Сам кофеин практически не пахнет. Аромат кофе придают другие соединения. Из них возникает вопрос, а зачем ты, растение, тратишь гигантское количество усилий на то, чтобы сделать вот эти, поверьте мне, не очень простые формулы. Зачем? Вопросов много, ответов. Есть разные теории на эту тему. Вот, собственно, наш заведующий кафедр, Александр Михайлович Носов. Он, собственно, занимается у нас на кафедре вторичным метаболизмом. И он… Ну, можете забить в интернете вторичный метаболизм Носов. Он там вам про все это расскажет. Вот, собственно, все эти масла можно накапливать. Можно для защиты, а можно непонятно зачем. Потому что не все масла несут какие-нибудь там антибактериальные или отпугивающие свойства. В общем, возникают вопросы. Не, правда, люди – ненормальные животные. Это да. Слизевые клетки. А вот тут очень интересно. Слизи можно использовать для разных целей. Безумного количества разных целей. А самое главное – слизь – это всегда углеводы. Это тоже… Жить скучно. Это разные формы. Можно даже запасти. Кристаллоносные клетки. И тогда мы говорим про оксалат кальция. И здесь можно использовать как депо кальция. Можно использовать как дополнительное механическое укрепление. В общем, по-разному. Схизогенное вместилище. В общем, когда что-то разрушается и туда что-то помещается. Просто есть два способа сделать дырку внутри ткани. Можно сделать при помощи лизиса. Можно сделать при помощи схизиса. Странные слова, но тем не менее. И туда можно что-то поместить. Можно поместить масла. Можно поместить смолы. Привет. С мыленным ходом хвойных. Ну и можно млечники сделать. А млечники – это всегда чаще всего как-нибудь углеводы. И очень часто млечники – это не одиночные какие-то… Это не одиночные емкости, которые возникли путем разрушения тканей. А это сеть трубочек. То есть это некие проводящие элементы. То есть когда ты делаешь млечник, ты делаешь млечный ход. Аналог к селеме или флайме. Просто они могут быть живыми, могут быть мертвыми. Но ты делаешь на всем протяжении вот такой вот длиннющий проводящий элемент, в который закачиваешь, собственно, млечный сок. Ну и классическим примером, в данном случае нужно смотреть на левую картинку. Внимание, на левую картинку. Это гивея. И из гивеи вот таким вот способом мы получаем… Сейчас будет очень смешно. Я забыла это слово. Ну, из него доисторическая резина. На л. Лакмус. Нет, не лакмус. В общем, вспомните, скажите. В общем, вот эта штука потом застывает. И древние индейцы, не древние, просто индейцы, из них делали аналог тапочек. Они помещали ногу в эту штуку, потом она застывала, и они ходили как в тапках. Ладно, все, вылетел из головы. Вот, ну, а справа это такая картина, плохо, конечно, про нее говорить, но это тоже млечники, это тоже млечные ходы. Собственно, вот здесь вот они также находятся. Вот, латекс, точно, латекс, да, латекс, или не латекс. Так, ребят, не помню, по-моему, латекс, да. Каучук, вот, каучук, точно, каучук. Латекс – это, ну, вот, понимаете, у меня в голове латекс, нет, каучук, конечно, каучуконос. Гивея – это каучуконос, вот, точно, каучук, спасибо большое. И, соответственно, там гигантские млечные ходы, и, соответственно, плантации гивея, и, соответственно, получается каучуконос. Латекс – это немножко другая история, и он в основном у искусственного происхождения. Так, на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо, всем до свидания. На следующем занятии мы начнем с вами с теста. У нас с вами на тесте будет ксилема, флоема, ассимилирующие ткани – это холоренхима, абсорбционные ткани – виламин и, господи, виламин, резодерма и гиалодерма. Что еще? Ну, аренхима – это скучно. Ну, в принципе, все. Да, на этом до свидания, спасибо. И до следующего понедельника, надеюсь, ничего у нас не поменяется. Все, спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok